Дословно «мадьоринг» переводится как «всемирный ринг». Это единая система дрессура для оценки собак на международном уровне. Мадьоринг вобрал в себя три основные школы – французскую, бельгийскую и немецкую. Отборочный этап на чемпионат мира по этому виду дрессировки состоялся на территории кинологического центра «Атаман». Интересно, что заранее никто не знает тему соревнований, в каком порядке и какие упражнения будут выполнять участники. Чтобы посмотреть, как поведет себя собака, чтобы отобрать сильных собак, в том числе для разведения. Чем крепче нервная система у собаки, тем, соответственно, лучше от нее будут щенки. Любой вид спорта вырастает, как правило, из теста. Мадьоринг отличается от других видов дрессуры своей сложностью и сочетанием большого количества разнообразных элементов. Собаки показывают навыки охраны и защиты, а также свое послушание. Во время упражнения участников могут отвлекать выстрелы, падающие предметы, отвлекающие запахи. Слабость в характере собаки или ее обучении ищет фигурант – человек в защитном костюме, проверяющий умения животного. Это спортивные собаки, это немножко отличается. Собаки спортивные не кусают открытые участки. Ну, бывают моменты, когда и кусают за кисти, но собака сразу же отпускает и кусает костюм. То есть для большинства собак это мы большая игрушка. В России мадьоринг появился в начале 2000-х годов. Тогда этот вид дрессировки уже был популярен в Европе. Ирина Шмонина стояла у истоков развития мадьоринга в нашей стране. Когда-то увидела на видеокассете, скачала правила и показала друзьям. В 2005 году я поехала на чемпионат мира зрителям в Словении. Посмотрела, казалось, что мы делали все не так. Нам казалось, что мы делаем правильно. Но вот тогда как раз-таки начал развиваться именно правильный мадьоринг, как это есть сейчас. Категория М3 в мадьоринге считается самой высокой. Бельгийская овчарка Алвара стала самой юной в этой категории. Ей три с половиной года. Ее хозяин – опытный дрессировщик, пришедший в мадьоринг год назад. Он привлекает свою непредсказуемость. То есть у тебя всегда шанс есть обойти своих коллег. Потому что сценарии всегда разные. И собаке часто от тебя это не зависит, как собака примет решение. Так как в России мадьоринг – молодой вид дрессуры, представителей высокой категории можно пересчитать по пальцам. На соревнованиях присутствовало восемь участников с разрядом М3. За ними с интересом наблюдали менее опытные заводчики. Здесь собрались самые сильные, действительно. Я в восторге, потому что тот уровень, который показывают собаки на третьем уровне, вот нам, так как мы выступаем еще на первом, это наши только вторые соревнования, нам еще до этого расти и расти. Участники продемонстрировали около 17 упражнений. На каждую собаку отводилось более 40 минут. В таких условиях на последних этапах им было сложнее сосредоточиться на выполнении команд. Но именно так собака демонстрирует все свои способности. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.